Пользовательские соглашения Пользовательские соглашения Еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru Начинаем! Sony и Microsoft подробнее рассказали о том, как устроена обратная совместимость новых консолей. Отметим основные моменты. PlayStation 5 поддерживает все 4 с лишним тысячи игр с консоли текущего поколения, за исключением всего 10 проектов. Но стабильность не гарантируется, компания сразу советует готовиться ко всяким неприятным неожиданностям. В Ghost of Tsushima и некоторых других играх можно включить опцию ускорения, которая повышает фреймрейт до 60 кадров в секунду. Microsoft в обещаниях не постеснялась. Тысячи игр для Xbox One якобы запустятся на новых боксах в предельно возможном разрешении и с максимально позволенным быстродействием. Для всех игр на аппаратном уровне поддерживается технология Auto HDR, которая делает картинку более яркой и глубокой, без ущерба производительности. На старшей модели в 4K и с 16-кратной анизотропной фильтрацией будут работать даже старые игры с разрешением ниже 720 пикселей. Отдельные проекты, в том числе Fallout 4, разогнали до 60 кадров в секунду на обеих моделях. Напомним, что следующее поколение Xbox совместимо со всеми предыдущими, тогда как PlayStation 5 подружили только с нынешним. В отличие от Sony, Microsoft уже на старте предложит игрокам бюджетную модель новой консоли, но оказалось, что разнообразие — это только для простых потребителей хорошо. А разработчики от него страдают. Сначала подобные речи звучали от некоторых сотрудников id Software и Remedy, А недавно идею выпустить Xbox Series S раскритиковал Дэвид Кейдж. Создатель Detroit Become Human указал на простой факт — чем больше на рынке систем с разнообразной конфигурацией, тем сложнее оптимизировать игры. Большинство разработчиков ориентируется на самую слабую консоль, чтобы не пришлось готовить две версии проекта. А тут приставок целых три. И все разные. Когда-то Quantic Dream делала игры только для PlayStation, но эти прекрасные времена прошли. Впрочем, в будущих играх студия обещает выжить максимум из всех платформ, включая ПК. Тактическое РПГ — это хорошо. Мрачное тактическое РПГ — еще лучше. Такова King Arthur Knight's Tale. Разработкой занимаются Neocore Games, авторы Warhammer 40 000, Inquisitor Martyr и The Incredible Adventures of Van Helsing. Играть предлагают за Сэра Мордреда, убийцу короля Артура. Оба после смертельной дуэли оказались на острове Авалон. Этот самый остров предстоит исследовать вместе с отрядом, который будет уничтожать врагов в пошаговых боях и возвращаться на отдых в замок. Бойцы здесь умирают безвозвратно, так что лучше вовремя залечивать раны и снимать проклятие. А еще они конфликтуют между собой, если их характеры плохо сочетаются, и даже могут обратиться против игрока. Сейчас создатели собирают деньги через Кикстартер, но даже если сумма не наберется, игру все равно выпустят. Сначала она появится в Steam, а позже — на новых консолях. Дата выхода новой Marvel Spider-Man уже не изменится, игру отправили в печать. Одновременно Game Informer начал бомбить разными эксклюзивными подробностями. В ответвлении у Питера Паркера будет своя сюжетная линия, но поиграть дадут только за Майлза Моралеса. Разработчики называют нового героя подростком современного типа, дескать, время зажатых и пассивных Паркеров прошло. Майлз мало что умеет, но рвется в бой, это отразили в стиле движений. Забудьте о плавной акробатике, из прошлой части тут вы будете неуклюже летать на паутине, смешно размахивая руками. Есть у героя и свои особые атаки, для исполнения которых нужно заполнить шкалу. Неопытность героя проявится и в подходе к выполнению миссий, похоже, он то и дело будет попадать в дурацкие ситуации и все портить, постепенно взрослея под присмотром наставника. Игра станет лучше практически во всем, авторы доработали стелс и поведение камеры во время сражений, а постановка стала масштабнее и зрелищнее. А еще создатели применили запрещенный прием и добавили котика. Питомца нужно спасти в одном из квестов, после чего откроется костюм с рюкзаком, в котором сидит кот-паук. В ролике он участвует в битвах. Идея, может, и не самая оригинальная, но признайтесь, вы уже купились. CD Projekt Red тоже применила запрещенный прием, добавила в Cyberpunk 2077 культовый Porsche 911 Turbo 1977 года. С такими моделями не нужны никакие футуристические машины, но они тут тоже присутствуют. Каждый автомобиль и мотоцикл имеет свои особенности управления, а весь транспорт поделен на классы. Есть даже грузовики и танки. За дизайн и звук мотоциклов отвечает Arch Motorcycle, производитель эксклюзивных мелкосерийных мотоциклов, у руля которого стоят Киану Ривз и его друг Гард Холлинджер. Реву движков вообще уделили повышенное внимание. Разработчики якобы записали шум 40 с лишним машин, а для захвата звуков привлекли польского чемпиона по ралли. Авто можно угнать или заполучить честным путем, а призывается тачка так же, как платва. Транспорт в игре не просто сокращает время передвижения, обещаны несколько видов соревнований. Надеемся, игр на перегонки с кадровой частотой среди них не будет. Если вам нравится то, что вы сейчас смотрите, самое время поставить лайк. А вот теперь переходим к быстрым новостям. Sony обновила прошивку PlayStation 4 до версии с красивой цифрой 8, но что-то опять пошло не так. Настолько, что обнова попала в тренды Твиттера. У некоторых отвалились списки друзей, приложения тусовки и даже PlayStation Plus. Все ошибки обещают скоро исправить. Интересно, останется ли компания верна своему стилю и в следующем поколении? Много криков в свой адрес услышал и Крис Робертс. Он заявил, что бету сюжетной кампании Star Citizen запустят не скоро, хотя сделать это обещали еще шесть лет назад. Новые сроки релиза звучат обнадеживающе. Выйдет, когда будет готово. Ну, то есть в светлом будущем, когда Роскосмос отправит расписанные хохломой корабли на Венеру и примет Робертса на работу за заслуги в освоении космоса. Да, космоса. Кен Левин тоже годами обещал выпустить игру своей новой студии, а потом как-то незаметно перестал о ней говорить. Но, похоже, скоро опять начнет. В свежей вакансии говорится, что проект находится на поздних стадиях производства. О самой игре известно лишь то, что это научно-фантастический иммерсив сим, похоже, все же в духе Bioshock. Авторы Layers of Fear все делают по намеченному плану. Хоррор The Medium выйдет, как и планировалось в конце года, а точнее, 10 декабря на ПК и новых Xbox. А вот ролевую игру Chris Tales осенью ждать не стоит. Релиз перенесли на начало следующего года. С новым графиком колумбийские разработчики успеют довести игру до ума, чтобы не разочаровать поклонников классических японских RPG. Потрогать ее можно прямо сейчас, благодаря бесплатному дему. Оно есть и в Steam. Какие проекты вышли совсем недавно и какие выйдут на следующей неделе, вы узнаете из нашей постоянной рубрики «Календарь Games Blender». В Steam стартовал кооперативный шутер про отстрел динозавров Second Instinction. Это ранний доступ со всеми вытекающими, и финальная версия выйдет неизвестно когда, но первые покупатели разглядели в игре потенциал. Тем временем Steam Early Access покинул рогалик Нойта с физическим моделированием каждого пикселя. Здесь сложно умереть от простой атаки. Скорее, ваш персонаж погибнет от какого-нибудь обескураживающего стечения обстоятельств. Судя по отзывам, не заскучаешь даже спустя десятки часов. Torchlight 3 тоже насиделась в раннем доступе. Негативных отзывов у нее много. Если ждете возвращений той самой Torchlight, запросто разочаруетесь. Но это не значит, что игра плоха. Местами она действительно напоминает ММО, но играть в одиночку никто не запрещает. Платформы — ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игра московской студии Alter Games вряд ли кого-то разочарует. Партизаны 1941 — тактика в реальном времени для ПК в духе Commandos, сделанная на совесть и не лишенная интересных находок. От нас игра получила значок 3D News Recommenduit. Чем она хороша, можете узнать из рецензии по ссылке в описании ролика. Там же и в Microsoft Store вышло переиздание старенькой Age of Empires 3. Все подробности в обзорном трейлере на нашем канале, который мы перевели для вас на русский язык. В магазин Valve прибыли два платформера. Мрачный и непрощающий Vigil the Longest Night, также доступный на Switch, и Rage and Ancient Epic в антураже древней Индии. Второй вышел на консоли Nintendo в августе, а сейчас добрался до остальных основных платформ. Другая новинка Steam — The Signifier, кибернуарный детектив про специалиста экспериментальной психологии, умеющего заглядывать в глубины чужого сознания при помощи особого устройства. Разработчики обещали две вещи — обойтись без скримеров и нагнетать напряжение разными изощренными способами. Купить можно и в GOG. К тому же стремятся авторы Амнезии Рыбев, которые появятся в Steam и PlayStation 4 во вторник. Еще они собираются доказать, что залитая солнцем алжирская пустыня — идеальное место для страха. В пятницу The Outer Worlds наконец поселится в Steam. В следующем году RPG получит второй сюжетный аддон. По слухам, Obsidian работает не только над ним, но и над сиквелом. Всем спасибо за то, что были с нами. Не болейте и не забывайте заботиться о здоровье близких. До встречи в новых выпусках GamesBlender, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!